Привет, меня зовут Панькова Оля. Наташа Примчук попросила меня немного рассказать о своем сотрудничестве и коллаборации с западными дизайнерами, но я вам расскажу про восточную коллаборацию. Так получилось, что в 2017 году ко мне пришел, мне кажется, через Беханс дизайнер из Кореи. Они занимаются именно издательством книг, журналов, брошюр, айдетики и так далее, и они попросили нарисовать им буквы для нового издания. Новое издание было посвящено сотрудничеству Кореи и Белоруссии. Был год их сотрудничества, и они выпускали стихи на корейском, белорусском, и им очень понравился мой латтеринг, который я когда-то еще нарисовала мужа на день рождения. И причем всегда очень интересно, что проекты, которые вы рисуете для себя или каких-то своих любимых друзей, они всегда выстреливают себе, чем, может быть, даже коммерческие задачи, потому что вы это делаете, может быть, определяют души. И после того, как я нарисовала вот эту открытку мужу, ко мне даже приходил еще один коммерческий заказ «Чистый дом» от знакомого арт-директора, и я там достаточно довольна результатом, что получилось. Вот. Так что рисуйте больше для себя, и это работает. Вот. А что же я нарисовала для корейского тайны? Так шел процесс. Я всегда рисую эскизы от руки. Я всегда предупредила заказчиков там, что они делают эскизы от руки, чтобы они не упугались, когда они уйдут. И так выглядели эскизы. Поскольку у меня были абсолютно четкие референсы, поэтому направление, как вы видите, достаточно узкое. Также они попросили написать имена авторов, чьи стихи были в этой книге, но к нему они не пошли. Ну, как бы и ладно. А так вот справа вы увидите реальную фотографию о книге. Вот она вот так. То есть, твой набор. На самом деле, я очень люблю рисовать вложки книг. На самом деле, это очень здорово, когда вы видите что-то физическое в руках, результат вашего творчества. Тихий. Ну, вообще, в принципе, с чего началась моя любовь и вот такая какая-то, отход все равно есть немножко привкус советского леттеринга. Наверное, самый большой проект и самый любимый мой по-прежнему остается это сотрудничество с Кириллом Глушинго, который пригласил меня помочь ему реализовать буквы в его выставке, которая называлась «Прекрасен облик наших будней». И по референсу, который нашел Кирилл, это автор букв Юрий Васильев. По этому референсу я рисовала буквы для выставки и для книг Кирилла. Справа немного эскизов и то, как шел процесс поиска форм. Сейчас я понимаю, что можно было все делать аккуратнее и лучше, но на этом мы растем и учимся. Вот так вот выглядели эти города. И самое потрясающее, конечно, что все это потом переросло вот в такую историю. То есть выставок, где эти булы были ивановые, они были реальные и они светились. И это совершенно потрясающе. Это не было со всем пространством выставки. То есть ребята и Кирилл, как точно верят, молодцы, что проделали такую работу. Это было совершенно потрясающе. То есть мы взяли совершенно определенный пример советского леттеринга. Я достаточно впрямую его скопировала, что-то какие-то буквы там доработала, которых я не доставала, в какую-то композицию собрала. Но это выглядело очень идентично, но при этом, на мой взгляд, это выглядело достаточно современным. Немного, как это выглядят в книге Кирилла. И самое, конечно, такое мощное – это «Большущие неоны выплаты на здание», «Блочен калитат». Они были реальные. Это не фотошоп. Не могу не сказать. Я когда Наташа просила подготовить эту лекцию, я начала думать. То есть я сажусь, рисую, и я рисую на какой-то подкорке того, что у меня уже в голове. И я попыталась найти какие-то примеры о том, откуда я могла бы взять те буквы, которые я написала для мужа и потом дали в книгу. И я понимаю, что у вас у всех накапливается какая-то визуальная информация в голове. И, конечно, учитывая мою любовь к советскому латтерингу, конечно, невозможно пройти мимо примеров Сергея Чихонина. Совершенно потрясающий, но очень разная типографика, очень разные буквы, очень разный леттеринг. Но есть какие-то вот такие истории с такими переходами с буквы в букву, какой-то такой большой контраст. Понятно, что это непрямая какая-то атмосферация, но, все же, где-то это у меня засело в голове на подкорке, и после этого оно интерпретировалось какую-то другую реальность. Немножечко тоже издали обложки 1923 года Сергей Чихонин. Это фотографии с книгом «Два шрифта, одну революцию» издательства Шрифт. Одна из моих любимых шрифтами, которые уже издали ребята. Совершенно потрясающе. К сожалению, ее уже, по-моему, нет в наличии, но они вроде бы думают ее перепечатывать, и очень здорово. Все еще тоже Сергей Чихонин. И вот эти вот формы букв. Не прямая трансляция, но, на мой взгляд, что-то есть похожее. Или вот эти вот лигатуры ЕХ. Ну, потрясающе. И вообще, ладно, Бог хочет, советую, посмотреть, если кто-нибудь друг знаком, или посмотреть их на вид. Совершенно невероятная работа. Конечно, в советском латтеринге было огромное количество примеров, огромное количество художников, которые рисовали, совершенно разный уровень их умений, их навыков, их опыта. Это пример из книги Владимира Причерства о моих книгах для дизайнеров. Я его нашла, на мой взгляд. Он тоже чем-то транслирует моё какое-то ощущение, какие-то формы к советскому латтерингу. Они достаточно такие, может быть, небрежные, для нас, может быть, немного наивные эти буквы, но при этом обложка, и все это выглядит совершенно мощно и здорово. И тот автор Юрий Василь... Ой, простите. Вячеслав Александровский. Вячеслав Александровский. И огромный тоже, мне кажется, примет для вдохновения, в принципе, порыться, посмотреть, какие здесь художники, что они делали. Очень, на мой взгляд, немного информации, которая доступна нам. Считывая здесь как библиотека, сейчас это не так возможно. Но всё же, советую изучать эту тему, так как советский период, он является огромной пластом вдохновения для нас, для современных дизайнеров. Спасибо.